Это Любовь Соболь. Алексей Навальный наконец-то вышел на свободу после административного ареста. И сегодня ему должны были предъявить обвинения по очередному уголовному делу, но не предъявили. Днем Навальный записал видео про это. Вот я сегодняшнее утро хотел посвятить, наконец-то, чтобы посмотреть то самое легендарное обращение ко мне бравого генерала Виктора Золотова и начать писать ему ответ, но внезапно сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему, и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу. Дело это о клевете на бывшего следователя и фигуранта списка Магницкого Павла Карпова. Навальный опубликовал в блоге фильм «Касты неприкасаемых» про Карпова и обстоятельства задержания Магницкого. Напомню, что Сергей Магницкий – российский юрист, который расследовал мошеннические схемы российских чиновников. В 2008 году он был арестован, провел почти год в СИЗО, где ему создавали практически пыточные условия, и в итоге он умер в ноябре 2009 года. В память о Магницком был составлен список следователей, прокуроров и многих других, причастных к делу против него и его гибели. Туда и попал следователь МВД Карпов. Несколько лет назад Карпов подавал в лондонский суд иск о защите деловой репутации против Уильяма Браудера, основателя инвестиционного фонда, на который и работал Сергей Магницкий. Браудер расследовал гибель юриста и лоббировал принятие списка его имени. Во время этого суда Карпов рассказывал много интересного, например, что он зарабатывал на хобби, ему помогал близкий друг. Так он объяснял происхождение своих средств и имущества. В итоге в иске Карпову лондонский суд отказал. Более того, его обязали выплатить финансовые издержки на сумму 850 тысяч фунтов. К 2016 году Карпов в 660 тысяч так и не выплатил, и суд даже арестовал его на 3 месяца за неуважение к суду. И вот такой человек подал на Навального заявление о клевете, и дело возбудили. Это вам не Лондон. У нашей правоохранительной системы к Навальному, как известно, особое отношение. В 2016 году у Навального по этому делу прошел обыск, но с тех пор практически тишина. И вот внезапно, в октябре 2018 года решили переделить обвинение. Даже срок по этому делу уже прошел, но следователи решили. Сегодня Навальный в полицию явился, но обвинения странным образом не предъявили. Шум СМИ помешал? Сроки давности наконец-то посчитали? Или что? Все это, конечно, очень странно. Что происходит по уголовным делам Навального и сколько их будет в итоге, мы не знаем. Знаем только, что работа явно ведется. Не зря же Навального третий раз за полгода осудили по статье о митингах, и теперь формально могут завести дело о неоднократных нарушениях на митингах. Это статья 212.1 Уголовного кодекса, и она предусматривает до пяти лет лишения свободы. В прекрасной России будущего обвинения будут предъявляться не борцам с коррупцией, а тем, кто помогает преступникам похищать миллиарды из российского бюджета и фабриковать уголовные дела. Синод Вселенского Патриархата заявил о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Сегодня в Минске Синод РПЦ обсуждает, как ответить на эти действия Константинополя. На данный момент на территории Украины существует несколько православных церквей. Первая – это Украинская Православная Церковь, которая входит в РПЦ. Ее еще называют Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. В ее ведении находятся знаменитые украинские лавры, в частности, Киево-Печорская лавра и Почаевская лавра. Возглавляет ее митрополит Ануфрий. Еще одна украинская церковь – это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Она независима от Москвы и имеет непризнанный статус. РПЦ считает священников этой церкви раскольниками. В 1997 году ее глава Филарет был предан анафеме. Третья украинская церковь – Украинская Автокефальная Православная Церковь. Ее возглавляет митрополит Макарий, и он тоже был предан анафеме. Украинские власти много лет пытались решить вопрос предоставления автокефалии, то есть самостоятельности и независимости от Москвы своей церкви. Активно этим занимался президент Виктор Ющенко, но безуспешно. Влияние РПЦ было слишком сильно. Однако затем случился 2014 год. Отношение многих украинцев к России из-за событий в Крыму, и особенно из-за войны на Донбассе, резко изменилось. Это отразилось и на церкви. По данным социологов, 45% украинских православных относят себя к церкви Киевского Патриархата, и еще почти 34% называют себя просто православными, без привязки к конфессии. В апреле 2018 года Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Порошенко по поводу автокефалии. Причем за проголосовали не только депутаты из прапрезидентской фракции, но и те, кто сейчас в оппозиции к президенту, например, партия Юлия Тимошенко. В августе патриарх Ярил встречался с константинопольским патриархом Варфоломеем, но изменить ситуацию он не смог. Решение об украинской автокефалии было принято. На заседании Синода в октябре это решение было подтверждено, а анафема с Филарета и Макария снята. Теперь Украина собирается провести так называемый Объединительный собор, на нем будет выбран предстоятель новой поместной церкви, который и получит Томас, документ, означающий официальное признание украинской церкви. Вопрос украинской церкви крайне важен. И дело даже не в том, что на территории Украины находится около 12 тысяч приходов РПЦ, а приходы дают церкви деньги. Это вопрос украинской независимости и идентичности. Не случайно Путин проводил Совет Безопасности по этой теме, а СМИ уже пишет статьи про распад русского мира. Появление канонической украинской церкви, независимо от Москвы, будет означать еще больше разрыв отношений Украины и России. Возможно, окончательный и бесповоротный разрыв. И, конечно, способствовали этому наши власти. Вот спецпредставитель США по Украине прямо это говорит. С точки зрения международных отношений, это крайне печально для России. Лучше иметь дружественную страну рядом со своими границами, а не ту, население которой назло нам хочет поставить базу НАТО. Судя по всему, Украина и дальше будет отдаляться от России. И как это исправить, непонятно. Потому что наш гений многоходовочек, хорош в тактике и быстрых решениях, но очень плох в стратегии и долгосрочном предсказании своих шагов. Россию могут исключить из Совета Европы, после чего россияне потеряют право обращаться в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы. Допускают выход из Совета Европы и российские чиновники. Совет Европы – это старейшая межправительственная организация. Под его эгиду существует и Европейский суд по правам человека, и ПАСЕ – парламентская ассамблея Совета Европы. В ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов от всех стран, которые входят в Совет Европы. И российская делегация там тоже присутствовала. Например, в октябре 2013 года в ПАСЕ выступал тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин и рассказывал про соблюдение прав секс-миншист и даже пригласил европейских депутатов посетить московские гей-клубы. Это было за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи. И наши чиновники очень хотели хорошо выглядеть в глазах Запада. Вот и Владимир Путин за несколько дней до Олимпиады рассказывал, что у него товарищеские отношения с геями и подтверждал, что он настоящий либерал. Но затем Олимпиада закончилась. Начались события в Крыму, а потом и на Донбассе. В ПАСЕ требовали прекратить действия России в отношении Украины. Наши, естественно, рассказывали про референдум в Крыму, двойные стандарты и лицемерие. В итоге в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В январе 2015 года решение о лишении права голоса было продлено. Российская делегация покинула ПАСЕ, отказавшись работать в условиях санкций и до сих пор не вернулась. В июне прошлого года Россия отказалась платить вносы на работу ПАСЕ, в связи с чем у ПАСЕ даже возник дефицит бюджета. Все это время в ПАСЕ были депутаты, которые хотели возвращения России, несмотря даже на украинские события. В марте 2017 года тогдашний глава ПАСЕ Педро Аграмун заявил, что надеется на возвращение России до конца его председательского срока. Но потом что-то пошло не так. Дело в том, что тогда же в марте Аграмун посетил Сирию вместе с российскими депутатами. Вот одна из фотографий из той поездки. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого, кстати, впоследствиях несколько журналисток обвинят в домогательствах. Президент Сирии Башар Асад и Педро Аграмун, глава ПАСЕ, которая должна заниматься защитой прав человека и европейских принципов. После такого бюро ПАСЕ выразило Аграмунту недоверие. Аграмун признал свою поездку в Сирию ошибкой и даже извинился за нее, но было уже поздно. Доверие к нему у многих депутатов было подорвано. В октябре 2017 года он подавал ставку, и решение о возврате российской делегации так и не было принято. Большие ставки на возвращение России делались по итогам заседания ПАСЕ в начале октября этого года. Для этого нужно было принять резолюцию по изменению права отстранения национальных делегаций от работы. Но, увы, их так и не приняли. После этого спикер Госдумы Володин пожаловался, что Совет Европы закрылся от диалога, и что репрессивная дубина, когда кто-то имеет другую точку зрения, стала опускаться на головы вольнодумцев. Это тот самый Володин говорит, который был замглавы администрации президента по внутренней политике. Помните, какая у нас была внутренняя политика в 2011-2016 годах? А теперь, глядите-ка, правами вольнодумцев озаботился. Какой молодец! В итоге генсек Совета Европы пригрозил России исключением, если мы не начнем платить взносы. А депутат Слодский заявил, что Россия может выйти из Совета Европы, не дожидаясь исключения. Если Россия все-таки выйдет из Совета Европы, то граждане России не смогут обращаться в ЕСПЧ. Ягланд прямо предупреждает об этом. Думаю, это одна из главных причин, почему европейцы очень бы не хотели исключить Россию из Совета Европы. Но российские депутаты, конечно, могут довести до такого. Права российской делегации в ПАСЕ – это очень важно. Но наши власти не должны ставить под угрозу права человека. Прекрасной России будущего депутаты будут защищать интересы граждан, а не шантажировать Европу тем, что россияне останутся без возможности обратиться в ЕСПЧ. В Ингушетии похитили и избили сотрудника Международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. Об этом сообщает Amnesty International на своем сайте и сам Козловский. Олег Козловский наблюдал в Ингушетии за протестами, которые сейчас проходят в столице республики Магаси. Напомню, что в Ингушетии с 4 октября проходит протестный митинг из-за соглашения о границе с Чечнёй. Как рассказывает Козловский, 6 октября его под предлогом встречи с одним из лидеров протестов выманили из отеля, посадили в автомобиль и вывезли из города. Люди, которые делали это, представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Ингушетии, но никаких документов не показали. Затем, по словам Козловского, они приехали в какое-то поле, где его разделили, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать и передать кадыровцам. Потом избили, сломали ребро и приставили пистолет к затылку, угрожая застрелить. Когда добиться от Козловского ничего не удалось, похитители стали требовать, чтобы он никому ничего не говорил о случившемся, угрожая убить его детей. Затем дали одеться и вывезли в Северную Осетию. 7 октября Козловский вернулся в Москву. После всего случившегося Козловский вместе с семьей в целях безопасности покинул Россию. Также он сообщил, что еще 9 октября подал заявление в Следственный комитет, но иллюзии не питает. Amnesty International – известная международная правозащитная организация. После того, как она сообщила о похищении и избиении своего сотрудника, про это, естественно, написали многие СМИ. Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров отреагировал на эти статьи и сообщения. Но как отреагировал? Он заявил, что это могла быть провокация. То есть ему сотрудник Международной организации про избиение и угрозы детям рассказывает, а он про провокацию рассуждает. Также Евкуров сказал, что Козловский заявил о похищении только через неделю, хотя это не так. Вот Козловский прямо пишет, что подал заявление в СК еще 9 октября. Девятого, неделя прошла, и с тех пор что-то не слышно про возбуждение уголовного дела и тем более задержание. Также провокации назвал Евкуров и нападение на правозащитников и журналистов, которое произошло на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года. Правозащитники и журналисты, а среди них были представители не только России, но и Швеции и Норвегии, ехали из Ингушетии в Чечню. В районе границы двух республик их микроавтобус окружили около 10-15 человек в масках, начали кричать, бить людей, затем подожгли автобус и уехали. Многие журналисты получили серьезные травмы. Например, вот так после нападения выглядел норвежский журналист Оистен Винстант. А корреспондент журнала The New Times Александрина Елагина получил серьезную травму ноги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нападение в Ингушетии неприемлемым и абсолютно возмутительным. Владимир Путина лично поручил МВД расследовать это нападение. А Юнус Бек-Евкуров, как писал Интерфакс, заявил, что расследование этого происшествия в кратчайшие сроки – дело чести для правоохранительных органов. И вот прошло больше двух лет. Был ли суд над нападавшими? Может быть, публично названы именно организаторов нападения? Ну, конечно же, нет. В феврале прошлого года адвокат правозащитной группы Агора сообщил о приостановке дела. А через несколько дней после этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что дело не приостановлено. В итоге в марте Совет по правам человека при президенте опубликовал заявление о том, что приостановка дела все-таки была, но ее отменили. Таким образом, официальное расследование продолжается, его сроки неоднократно продлевали. Но ни имена организаторов, ни хотя бы исполнители нападения, следователя до сих пор публично не назвали. А прошло уже больше двух лет. Люди имеют право протестовать на улице, правозащитники имеют право наблюдать за этими протестами, а журналисты освещать их в СМИ. А чиновники должны обеспечивать возможности для этого. А если кто-то нападает на людей, то оперативно расследовать эти нападения, а не рассказывать про провокации. Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак уехал молиться на Афон накануне запрета от РПЦ. Об этом со ссылкой на свои источники в партии пишет телеканал «Дождь» и другие СМИ. Вчера РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом из-за того, что Константинополь хочет предоставить автокефалию Украинской церкви. РПЦ считает Украину частью своей территории и поэтому резко выступает против предоставления Украинской церкви автокефалии, то есть самостоятельности и независимости от Москвы. Афон является территорией Константинопольского патриархата, и, соответственно, в РПЦ предупредили, что теперь ее прихожане не смогут молиться в его храмах. Андрей Турчак, по данным СМИ, решил именно сейчас съездить на Афон помолиться. Либо заранее знал о решении РПЦ, либо это просто совпадение. Я, конечно, думаю, что знал заранее. Все-таки генеральный секретарь Единой России. Афон давно стал местом, куда ездят наши чиновники и депутаты. В 2005 году его посетил Владимир Путин. В июле 2016 года на гору Афон приезжал тогдашний глава Госдумы Сергей Нарышкин. Про поездки на Афон рассказывал и генеральный прокурор России Юрий Чайко. В интервью ТАС он заявил, что впервые побывал там в 2002 году, и что он любит Афон, и его любят там. Ну или вот в том же интервью Чайко говорил, что ездит на Афон, и что каждому воздастся рано или поздно. Такие они, наши чиновники. Ездят на Афон, даже накануне запрета стараются успеть. А потом возвращаются и становятся героями расследований. Как тоже Чайко, про которого ФБК выпускал целый фильм расследования. В нем, в частности, говорилось о финансовых махинациях, преступлениях ближайшего окружения генерального прокурора, включая отмывание денег и связи с бандой Цапков. Или вот Андрей Турчак. В ноябре 2010 года в Москве напали на известного журналиста Олега Кашина. Его избивали железным прутом, нанеся более 50 ударов. В результате ему были диагностированы переломы голени, верхней и нижней челюсти, кисти, в том числе отрыв двух фаланг пальца, черепно-мозговая травма и множественные повреждения. Тогдашний президент Дмитрий Медведев потребовал провести расследование и даже пообещал, что оторвет голову тем, кто стоит за этим нападением. И вот в сентябре 2015 года Кашин объявил дело о нападении на себя раскрытым. По его заявлениям, исполнителями нападения были охранники одного из предприятий, который входит в холдинг «Ленинец», принадлежащий семье Турчака. Предполагаемый организатор, управляющий холдингом «Ленинец». А вероятный мотив нападения, согласно данным следствия и статье коммерсанта, месть за то, что Кашин оскорбил Турчака, который тогда был губернатором Псковской области. Один из фигурантов даже заявлял о готовности дать показания на Турчака. Но, как можно было понять, обвиняемый по уголовному делу Турчак не стал. Он занимается делами Единой России, улыбается на фото рядом с Медведевым и ездит молиться на Афон, пока не запретили. В прекрасной России будущего чиновники будут отвечать за свои преступления, чьими бы они друзьями ни были, и куда бы, и с кем бы они молиться не ездили. Потому что все должны быть равны перед законом и судом. В Рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка внес в Захсобрании Приморья законопроект о возврате прямых выборов мэров. Рассказывая про этот законопроект, Кожемяка заявил, что наиболее правильно, когда люди сами решают судьбу своего города, района, выбирают тех достойных, чья программа наиболее по душе, кто близок к ним. Также Кожемяка сказал, что прямые выборы – это наиболее демократичный подход, и что честные и открытые выборы могут сформировать отношение к власти и возвращать доверие населения к органам власти. Ну как тут не согласиться? Конечно, прямые выборы – это демократично. Конечно, люди должны иметь возможность самим решать свою судьбу и выбирать достойных. Только вот вопрос – а где же Олег Кожемяка был раньше? В 2015-2018 годах Кожемяка был губернатором Сахалинской области, а в январе 2017 года областная дума одобрила закон, который фактически отменил прямые выборы мэров городов в регионе. Принимался этот закон силами депутатов-единороссов. Олег Кожемяка – тоже представитель Единой России. Именно эта партия выдвигала его на выборы в 2015 году. Так что же, неужели областная дума принимала закон об отмене выборов мэра под протесты губернатора? Или губернатор тогда был согласен, а сейчас вдруг передумал? Что же случилось? А случились выборы губернатора Приморья, на которых властям очень хотелось, чтобы победил Андрей Тарасенко. К нему перед вторым туром даже Путин приезжал. Но стать губернатором у Тарасенко не вышло. Люди проголосовали за его соперника от КПРФ. И коммунист по всем раскладам после подсчета 90% голосов должен был победить, но оказался вторым из-за фальсификации. В итоге эти выборы пришлось отменить. Тарасенко убрали, а на его место из Сахалинской области и прибыл Кожемяка. И вот теперь Кожемяка очень хочется заручиться поддержкой избирателей, чтобы не повторить невеселый результат своего предшественника. Поэтому он уже заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцам. А вот теперь говорит про демократический подход и про прямые выборы мэра. Но еще бы, ведь согласно соцопросам 65% жителей России поддерживают прямые выборы мэров городов. Поражения на выборы губернаторов для единороссов крайне неприятны. Сейчас они хотят всячески этого избежать и готовы рассказывать про то, какие они демократы. Но призываю помнить, что единороссы – это единороссы. И при голосовании показать все, что народ думает и про власть, и про единую Россию. Сегодня в Керчи произошло нападение на политехнический колледж. Следственный комитет сообщил, что нападавшим оказался 18-летний студент этого же колледжа. Он открыл стрельбу по людям, а затем застрелился. По предварительным данным погибло 19 человек, еще более 50 пострадало. Первые сообщения о взрыве в колледже в Керчи появились в районе 12.30. Тогда же появились первые фотографии. Затем Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже сработало взрывное устройство. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Примерно в это же время СМИ со ссылкой на очевидцев стали писать, что в колледже был человек с оружием, и он расстреливал людей. В районе трех часов руководитель Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нападавшим был студент колледжа, и он покончил с собой, а его тело было обнаружено на втором этаже в библиотеке. Вскоре Следственный комитет назвал подозреваемого в нападении. Это 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. И примерно в это же время СМИ сообщили, что следствие переквалифицировало дело с теракта на убийство двух и более лиц. А представитель национального антитеррористического комитета сообщил, что в колледже найдено взрывное устройство и что с ним работают взрывотехники. По данным СМИ, нападавший в октябре получил разрешение на охотничье оружие. А РБК со ссылкой на знакомого Рослякова также написал, что тот ненавидел техникам и что намекал, что отомстит. По предварительным данным погибло 19 человек, более 50 пострадало. В Крыму в связи с трагедией объявили трехдневный траур. Это ужасная трагедия, выражая соболезнования родным и близким погибших. Также надеясь, что будет проведено объективное расследование. А трагедия не будет использована для разжигания ненависти кому бы то ни было. Вчера в Барвихе задержали двух юристов фонда борьбы с коррупцией, Вячеслава Гемоди и Александра Головача, которые изучали рублевские дворцы. Их продержали три часа в отделении, изъяли планшет и в итоге отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. По словам Гемоди, их задержали на рублевке два форда ФСОшников с собаками и спецаппаратурой, после чего доставили в Барвикинское ОВД. Полицейские не видели оснований для задержания, но сотрудники Федеральной службы охраны просили за что-нибудь оформить. По закону, без протокола людей можно держать в отделении только три часа. И юристы фонда борьбы с коррупцией продержали эти три часа, так ничего и не предъявив и отпустили на свободу. Нет никакого закона, который бы запрещал просто гулять или фотографировать на рублевке, но юристов задержали. Видимо, кому-то очень не понравилось, что юристы ФБК смеют там ходить и изучать особо важные рублевские дворцы. Но на этом история не закончилась. Сегодня утром одного из юристов, Александра Головача, снова задержали. Теперь ему вменяют организацию митинга. Это явно ответочка. Вчера не придумали за что оформить, а теперь вот статья об организации митинга нашлась. Очень удобно. То есть сначала задерживают на рублевке, потом вынужденно отпускают, а потом придумывают выход и уже оформляют протокол по статье об организации митинга. Вот такое у нас правовое государство. Рублевка – это известное место жительства нашей элиты. И ФБК давно изучает дворцы, в которых живут там чиновники. Вот, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Про него и дом на рублевке, которым официально владеет его жена, ФБК выпускал расследование в сентябре 2015 года. Оценочная стоимость этого дома с участком – 1 миллиард рублей. Второй пример – дом, который записан на сестру жены министра обороны Сергея Шойгу. Про него рассказывал Георгий Албуров из отдела расследований ФБК. По данным расследования, в ноябре 2009 года землю на рублевке, где расположен этот дом, купила 18-летняя студентка Ксения Шойгу. А затем эти владения оказались записаны на сестру жены Сергея Шойгу. Вместе с землей этот дом можно оценить в 18 миллионов долларов. Это примерно 1,2 миллиарда рублей. Такое ощущение, что у многих высших чиновников есть правило, чтобы дом был не дешевле миллиарда. Ну или я не знаю, как еще подобное объяснить. Но, конечно, на рублевке живут не только чиновники. Еще там живут олигархи-миллиардеры. И видео про их имущество ФБК тоже снимал. Вот так с квадрокоптера выглядят рублевские дома Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. Того самого Аркадия Ротенберга, который знаком с Путиным уже более 50 лет, был его партнером под ЗЮДО, а после прихода Путина к власти стал долларовым миллиардером. Это только несколько примеров рублевских дворцов и дач, про которые рассказывал фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный. Ну и, конечно, кому-то это сильно не нравится. Только вот, господа чиновники, люди имеют право изучать ваши дворцы и рассказывать об этом публично. А вы должны объяснять, откуда у вас деньги на эти дворцы, а не пытаться мешать юристам ФБК делать свои расследования. Референдума не будет. Центр Избирком отказал в регистрации инициативной группе, созданной для проведения референдума по повышению пенсионного возраста. А помните, как все начиналось? 8 августа ЦИК одобрил три вопроса для пенсионного референдума. Это был разгар обсуждения пенсионной реформы. Люди массово выходили на улицы протестовать против планов власти повысить пенсионный возраст. А тут вдруг референдум. Казалось, что вот она, возможность выразить свое мнение и остановить реформу. Но так только казалось. По закону организаторы должны провести собрание инициативных групп не менее чем в 43 регионах. Затем получить регистрацию федеральной инициативной группы в ЦИК. А потом за 45 дней собрать не менее чем 2 миллиона подписей, причем не более чем 50 тысяч в одном регионе. С учетом всей бюрократии и требований к оформлению подписи, выполнить эти условия практически невозможно. Неслучайно с 1993 года общероссийских референдумов не было. Уверена, что вся история была придумана для отвлечения внимания. Люди спрашивали, когда референдум? А сейчас им сказали, что ой, инициативные группы не провели. А время уже упущено. Путин закон про пенсионный возраст уже подписал. Также уверена, что глава ЦИК Элла Памфилова прекрасно понимала, для чего все это делалось. Но при этом она рассказывала, что граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране, и что дело за сбором документов инициативными группами. А теперь еще и говорит, что пенсионный референдум можно заново инициировать. Ну, конечно, снова инициировать, снова не провести инициативные группы, снова не собрать подписи, а глава ЦИК снова будет рассказывать про права граждан. Согласно соцопросам, 85% жителей России скорее отрицательно или резко отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста для мужчин и 88% для женщин. И вот в такой ситуации реформу принимают без референдума, силами депутатов-единороссов. Неудивительно, что многие люди теперь протестно голосуют против кандидатов от Единой России на любых выборах. Люди имеют право высказывать свое мнение о пенсионной реформе, на митингах, на участках для голосования и всеми другими предусмотренными Конституцией способами. А власти должны обеспечивать это право, а не использовать вопрос с референдумом для отвлечения внимания от уличных протестов. Алексей Навальный ответил Виктору Золотову на его уже легендарное обращение и предложил устроить дуэль в виде дебатов на Первом канале. Но генерал Золотов, если так можно выразиться, съехал с сатисфакцией и в дебатах участвовать не намерен, так как якобы приглашал на другое. Ну а теперь давайте по порядку. 23 августа Алексей Навальный выпустил расследование про закупки продуктов Росгвардии. Из расследования выходило, что продукты для Росгвардии закупаются у единственного поставщика, а цены на некоторые товары даже выше, чем в рознице в московских магазинах. И вот после этого генерал армии и глава Росгвардии Виктор Золотов выпустил свое обращение, где назвал Навального изделием из американской пробирки, рассказал про клонов и пообещал сделать из Навального отбивную. Не провел пресс-конференцию, где бы аргументированно и с документами все опроверг. Нет, он вызвал Навального на дуэль. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Навальный в это время был в спецприемнике. Его арестовали на 50 суток сначала из-за забастовки избирателей, а потом из-за акции против повышения пенсионного возраста. Да, в России 2018 года, если ты призываешь выходить на улицу и протестовать против нечестных выборов или пенсионной реформы, то можешь оказаться под арестом почти на два месяца. Находясь под арестом, Навальный даже посмотреть видео Золотова не мог. Но вот он наконец-то освободился и, конечно, ответил. Сначала Навальный поблагодарил Золотова за это обращение, потому что он наглядно демонстрирует, какие они руководители нашей страны. Люди, которые в ответ на обвинения в коррупции рассказывают про изделия из американской пробирки, угрожают и обещают сделать отбивную. И нет, это не сюжет из американской комедии про диктаторов. Это про самого настоящего российского генерала, руководителя целого силового ведомства и одного из ближайших соратников Владимира Путина. Потом Навальный ответил, откуда у него президентские амбиции. Да потому что сейчас России руководят такие, как Золотов. Ну а дальше идет подробный рассказ про имущества главы Росгвардии и членов его семьи. Например, про то, что у него есть в собственности больше гектара земли на Рублевке. И это не просто уже привычная для наших чиновников дача с главным домом и домом для гостей. Это территория бывшей советской госдачи Зубалова-2, где жили руководители СССР. Дольше всех там жил легендарный нарком Анастас Микоян. Но он просто жил там, сама дача оставалась в госсобственности. А великий государственный деятель и бывший охранник Путина Виктор Золотов стал ее собственником. Все имущество Золотова и членов его семьи по нашим подсчетам можно оценить 3,5 миллиарда рублей. 3,5 миллиарда. Это только то, что удалось найти с помощью общедоступных реестров. Представляете, сколько всего вы могли бы узнать, если бы против Золотова велось официальное расследование. Но пока не узнали. В конце видео Навальный еще раз напомнил про расследование о закупках для Росгвардии. Потому что история с дуэлями и поединками – это, конечно, весело. Но не надо думать, что про бюджетные миллиарды и цены, по которым закупались продукты для ведомства, все забыли. Ну и, конечно, Навальный ответил непосредственно на сам вызов на дуэль. По дуэльному кодексу оружие и место выбирает тот, кого вызвали. И Навальный выбрал дебаты на федеральном канале. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебата в прямом эфире первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, ну то на этом ютуб-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей. И что же Золотов? После такого пафосного обращения он же должен был хоть как-то отреагировать. И он отреагировал. Сегодня утром генерал Виктор Золотов заявил, что в дебатах участвовать не намерен, так как приглашал на другое. Потом он пообещал ответить на вопрос, ну а комментируя вызов на ринг, вообще сказала, что это было спортивное соревнование, не более того. Рассказы про американские пробирки и клонов, обещание сделать отбивное и устроить шоу для всего личного состава Росгвардии. Оказывается, это все просто предложение поучаствовать в спортивном соревновании было. Ну а все мы, видимо, просто не так господина генерала поняли. Чиновники считают возможным не отвечать с документами и по существу на обвинения, рассказывая про компот и вызовы на дуэль. Иногда кажется, что они путают свою профессию с какой-то другой. Вы же чиновники, вы должны отчитываться перед людьми, а не угрожать авторам расследований. Я считаю, что наша страна заслуживает гораздо большего, чем нынешняя система. Прекрасно России будущего. Руководители страны будут думать, как сделать жизнь людей лучше, а не как построить себе дачу побольше, а потом в ответ на претензии обещать сделать отбивную. Владимир Путин заявил, что в случае ядерного удара мы, как мученики, попадем в рай, а те, кто на нас нападет, просто сдохнут. И это не шутка. Вот есть полная цитата. Там мы про агрессора, и про мучеников, и про рай, в который мы все должны попасть. Рассказал все это Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема обсуждения в этом году звучала, как мир, в котором мы будем жить, стабильность и развитие в 21 веке. И вот в рамках дискуссии о мире, в котором мы будем жить и развитие в 21 веке, Путин рассказал про ядерный удар и что мы все попадем в рай. Спасибо, конечно, но как-то хотелось больше про развитие послушать. Наши власти и наши федеральные телеканалы уже не первый раз рассказывают нам про ядерные бомбы и перспективы человечества. Чего стоит только знаменитый сюжет Дмитрия Киселева с телеканала «Россия» про США и радиоактивный пепел. Но, конечно, этому сюжету далеко до видеоролика, который сам Путин показывал 1 марта во время своего послания федеральному собранию. АПЛОДИСМЕНТЫ Как видно, в нем ракеты поражают территорию, поразительно похожую на Флориду. И это не осталось незамеченным. Во время интервью телеканалу Fox News американский журналист даже спросил Путина про этот ролик. И Путин сказал, что там не написано, что Флорида. Посмотрите еще раз повнимательнее. На карте действительно не написано, что Флорида, но по очертаниям это же очень похоже на нее. Просто сравните карту. Ну как тут можно что-то отрицать? А Путин уверенно говорит, но там же не написано, что Флорида. Такой он человек, который уже 18 лет руководит нашей страной. Риторика про то, что у нас ракеты, и мы можем всем показать, очень вредная. Она провоцирует агрессию и повышает риск реальных столкновений. Россия должна адекватно вести переговоры с западными странами, а не пугать их ядерным оружием и говорить, что ну а мы попадем в рай. Вчера ведомости написали, что Сбербанк может стать крупным акционером Яндекса. Делается это, по данным ведомостей, из-за того, что власти очень недовольны излишней самостоятельностью компании. Яндекс – ведущая российская интернет-компания. Его крупнейший акционер – Аркадий Волож, один из основателей компании. До начала этого года Волож контролировал более 49% голосов на собрании акционеров. Сейчас в ведомости со ссылкой на свои источники пишет, что Сбербанк ведет переговоры с Воложем и может стать крупным акционером. Минимальной планкой представители банка называют 30%. Также в ведомости написали, что по поводу Яндекса были совещания на высшем уровне и что причина этого – большая медиа-активность и невозможность контролировать систему. После таких новостей акции Яндекса, которые торгуются на американской бирже Nasdaq, подешевели на миллиард долларов. На московской бирже, где Яндекс тоже торгуется, акции тоже стали резко падать и на данный момент упали уже больше, чем на 17%. В деньгах это 1,7 миллиардов долларов. Сбербанк практически сразу опроверг новости о переговорах по покупке акций, но, как видно, акциям Яндекса это не очень помогает. В сентябре прошлого года в офис Яндекса приезжал Владимир Путин. По данным СМИ, некоторых сотрудников при этом не пустили на работу из-за неких черных списков. И Яндекс можно понять – в нынешних российских условиях бизнесу лучше лишний раз с властями не ссориться. Наши чиновники любят рассказывать про инновации и модернизацию. Вот в 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев рассказывал, что в Сколково будет построена российская кремниевая долина. Только вот для этого нужны не громкие обещания, нужны условия для развития и гарантия, что бизнес не отнимут, если его владелец посмеет как-то не так высказаться о власти или не продать свою долю, когда его об этом настоятельно попросят. А у нас даже глава госкомпании Роснана Анатолий Чубайс рассказывает, что частная собственность у нас не вполне частная и не вполне собственность. Говорит все это и продолжает работать в нынешней системе. И мог бы назвать фамилии тех, кто ответственен за то, что частная собственность у нас не вполне собственность, но уверена, что не назовет. Яндекс – национальное достояние в IT-сфере и гордость России. А сейчас над ним, как пишут журналисты, сгустились тучи, а власти недовольны излишней независимостью. Прекрасной России будущего так быть не должно. Государство должно гарантировать защиту частной собственности и не угрожать отъемам бизнеса, если владельцы не согласны с кем-то из высших чиновников. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова